Рада приветствовать вас на YouTube-канале, посвященном ландшафтному дизайну и умному проектированию. С вами Мария Кордубаева и сегодня мы поговорим с вами о въездной группе на участок, о том, какую роль она может выполнять и какое значение имеет. Мы находимся в коттеджном поселке Миллениум парк, это Подмосковье. Этот дом приобретался уже с готовой дорожно-тропиночной сетью. Сейчас вы видите на экране состояние въездной группы при покупке дома. Надо сказать, что владельцы сада не устраивала большая площадь мощения паркинга. Однако частичный демонтаж мощения в техническое задание не входил. Перед нами стояли сразу несколько задач. Нам нужно было обыграть въездную группу под стать архитектуре дома, создать эту зеленую визитную карточку въезда на участок. Нам нужно было деликатно, изящно отгородиться от соседей. К тому же нам нужно было разместить плодовый сад, грядки и теплицу именно в этом пространстве, потому что размещать в парадной части сада дома грядки и теплицу совсем не хотелось. К тому же нам нужно было предусмотреть прянорматический сад. Общая площадь всего этого участка от ворот до входа в дом составляет 973 квадратных метра. За минусом площади гаража у нас остается 846 метров квадратных, а если вычесть все существующее мощение, для полета нашего творчества нам осталось всего лишь 368 метров квадратных. Первым делом, ориентируясь на план инсталляции, мы определились с локацией размещения огорода, теплицы и крошечного плодового сада. Выбрано пространство было между гаражом и домом, потому что оно хорошо освещено, и мы его смогли умело скрыть от глаз посетителей этого сада с помощью блоков живой изгороди. Но сюда уже не поместился никакой прянорматический огород, поэтому мы выбрали для размещения прянорматического сада локацию около левого флигеля здания. Но поскольку это пространство, оно будет 100% самым транзитным для того, чтобы попадать в сад, нам нужно было избежать обычных стандартных каких-то типичных грядок и какой-то неопрятности. Задача стояла сделать такой очень красивый презентабельный зеленый сад, прямо если хотите зеленую комнату или шоу-сад, где будут прянорматические растения, но при этом будут еще и малые архитектурные формы для того, чтобы обеспечить круглоготичную презентабельность этой зеленой комнаты. После того, как мы определились с размещением объектов, мы приступили к поиску концепции. Было предложено два варианта оформления въездной группы. Строгий и лаконичный, с чередой современных скульптур, каждая из которых должна была быть олицетворением важной истории в жизни владельцев сада. И второй вариант с множеством цветущих гортензий, который и был реализован. В двух вариантах была предусмотрена деликатная живая изгородь от соседей из ели обыкновенной. Это самая простая обыкновенная ель, которая великолепно формируется и стрижется. И вот здесь я хочу остановиться поподробнее, потому что бытует большое заблуждение, что живая изгородь нужна только, чтобы отгородиться от соседей. По факту, наша живая изгородь выполняет очень важную роль. Она является очень важным и нужным фоном для наших лип. Просто представьте, что здесь бы не было этой живой изгороди. Наши лип, они просто бы растворились на фоне прозрачного забора с соседом. Более того, благодаря блокам живой изгороди мы смогли раззонировать и разделить пространство. Мы скрыли огород от глаз гостей, входящих на участок. К тому же мы смогли отгородить зеленую комнату с пряно-ароматическим садом, с нашим шоу-садом из пряных растений. Так что роль живых изгородей на самом-то деле очень сильно недооценена в ландшафтном дизайне, и очень важно менять отношение к ним. Разделяя пространство, мы создали эффект большой площади. Поверьте, она бы не читалась, если бы у нас вся территория открывалась как на ладони. И опережая вопрос, почему мы использовали именно еле обыкновенную, а не тую западную, дело в том, что нам нужна была живая изгородь вдоль всей длины участка. А как вы можете заметить, у нас очень сильно отличаются инсуляционные условия по всей длине участка, то есть от палящего солнца до плотной тени от дома. И в таких условиях лучше всего себя, конечно, проявит именно ель обыкновенная, нежели ту и западная, которая в тени просто станет рыхлой и не будет выполнять функции живой изгороди. А теперь поговорим о расстояниях у наших новоиспеченных насаждений. Смотрите, вот у нас вся эта полоса от мощения до соседского забора всего 3 метра 38 сантиметров. Для того, чтобы реализовать эту композицию, у нас каждый сантиметр был просто навес золота. Что мы сделали? Мы взяли блоки живой изгороди, изъели обыкновенный. Ширина блока 80 сантиметров. Можно на самом-то деле сформировать самостоятельно эти блоки и сделать их уши. Если у вас есть возможность с раннего возраста заложить ель и формировать ее шириной не более 60 сантиметров, это абсолютно нормально. В некоторых питомниках Германии их формируют шириной 40 сантиметров. Можете себе представить живую изгородь из ели высотой 2, 3, 4 метра, но шириной всего лишь 40 сантиметров. Такие есть на самом деле. Так вот, смотрите, в нашем случае у нас блоки 80 сантиметров из ели. Расстояние между блоками живой изгороди и нашими липами 40 сантиметров между кронами. Для того, чтобы, опять же, была техническая возможность сформировать и ели, и липы. Бордюр из кизильника. Это двурядная живая посадка, 5 штук на метр погонной. Ширина бордюра у нас запланирована 50 сантиметров. Можем в итоге его и уменьшить до 40 сантиметров. Разницы не будет никакой. И у нас осталось пространство для массива из гортензии Skyfall. Гортензии метельчатой, на которой я хочу остановиться подробно. Он славится своими гиацинтовыми цветками, какими не славится никакой другой сорт гортензии. К тому же у нее довольно крупные соцветия. Она компактная. Нам было важно, чтобы она была выше живой изгороди из кизильника, но ниже наших кубов из лип, чтобы оставался воздух в нашей композиции. Надо сказать, что липы в данном случае использованы обычные видовые. Липа мелколистная, то есть никакая не сортовая липа. Она просто сформирована в виде куба. Липы великолепно стригуются и формируются. Этот посадочный материал был привезен из Германии. В российских питомниках в должном качестве и количестве я не смогла найти 28 олейных липа в виде куба. А вы видите, для нашей концепции было важно, чтобы все деревья были как на подбор. Все абсолютно одинаковые по высоте штамба, по форме кроны. Другие растения были куплены в российских питомниках. Например, блоки живой изгороди из ели. Обыкновенные к нам приехали из Великого Новгорода. Гортезия приехала, между прочим, из Тольятти. А наш кизильник к нам приехал уже из Подмосковья. Надо сказать, что благодаря ландшафтному освещению сад словно обретает второе дыхание в вечернее время. Но судите сами, не будь этой подсветки, вечером все бы это погасло вместе с эффектным оформлением, зеленой архитектурой, красивого дома и вместе с колоссальными затратами и силами для того, чтобы добиться этого эффекта. Если вам интересно ландшафтное освещение, которое было использовано на этом объекте, пишите в комментариях, мы обязательно снимем для вас видео. С вами была Мария Кардубаева, основатель дома ландшафтного дизайна Royal Gardens, соавторы проекта Алиса Сергеева и Лиана Тужба. Подписывайтесь на наш YouTube канал и жмите на колокольчик, чтобы быть первыми, когда выходят наши новые видео. И подписывайтесь на наш Instagram профиль. В актуальных stories мы регулярно показываем stories о рождении этого сада. Пока-пока!